Все идет по плану! Они вместе недавно. Кто-то пришел в школу рока два месяца назад, кто-то занимается уже почти год. Но всех ребят объединяет одно – любовь к музыке и року. Еще год назад я честно посмотрел фильм о рок-музыкантах, и мне это так понравилось, что я прям захотел основать свою рок-группу. Пришел, начал учиться на гитаре, потом перешел на вокал и вместе с ребятами скооперировался, чтобы создать свою рок-группу. Играем мы примерно уже три месяца. Каждую неделю у нас бывают репетиции. Юные музыканты стараются не пропускать ни одной репетиции. Чтобы добиться хорошего звучания, нужно быть сыгранными. И этому тоже учат в школе рока. А еще взаимовыручки и поддержки. Многие ребята, кто постарше, они помогают физически что-то довести или подключить. В этом, естественно, тоже часть нашей образовательной программы – помочь музыканту технически обеспечить свое мероприятие, чтобы музыкант не выглядел потерянным и знал, куда подключаться – в компоусилители или в пульте. Арт-фестиваль под открытым небом проходит в городе Одинцово не первый год. И всегда это яркое, долгожданное событие. Как для музыкантов, так и для зрителей. Концерты под открытым небом шикарно, замечательно, потому что можно собрать очень много людей, огромную аудиторию. Даже невольно проходящие люди, где-то мимо, недалеко, услышав музыку, подходят, слушают. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но это уже дело выбора. Но концерты – это круто. Группа «Чувство юмора» сорвала овации. Вместе играют уже пять месяцев. Для них такое масштабное выступление в новинку, но с волнением справились быстро. Музыка – это то, что можно послушать под любое настроение и то, что понравится тебе. Четыре рок-группы, более сотни зрителей. Субботний вечер в Одинцове может быть и таким. Концерты под открытым небом в летний период проходят еженедельно. С 7 до 10 вечера. Мария Шматкова, Станислав Трифнов, телекомпания Одинцова.